все ребят вернулся я через минуту меня услышать сейчас я позвонил еще разок тут мне надо набрать как бы и вернусь все ребят все ребят все ребят Готовы ли все или нет, сейчас я узнаю. Спрашиваю. Поехали. Что, Гуф-то уже должен пойти стрим был, не? Все, все идет. А, просто я молчу. Ну, скоро заговорю. Не волнуйтесь. Поехали, ребят, поехали. Ну, чтобы опять ноль-ноль. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Так, ребят, короче, если какие-то проблемы сохранятся будут, пишите, сделаю стоп-старт. Пока вроде всё нормально. Продолжение следует... Так, почему не запилю на СК-2? Надо будет, да, запилить на СК-2. Вот, ребят, всех приветствую. Миш проверяет плеер, вроде как заработало. Говорят, не знаю. Спасибо, парни, если кто-то починил, если само пошло, я без понятия. Что там за хрень происходит? У Култи гейт, кибернеточка, пилон, нексустрой начинает добывать сейчас. Здесь у нас, соответственно, Элэзер раскачивается по рабам, пока Култи впереди. Турнир по бейте, а в бейте ники у всех разные. Поэтому как-то вот так вот. Ну, насчёт Култи никнейма уже много подгаров было. Сделаем в правилах, чтобы никнеймы не должны быть какими-то такими, как в Култи, ругательными. И со словами некультурными, в общем-то. Ну, уже поздно было кикать, естественно, когда эти пригары начались, там что-то делать. Да и уже задолбало всех кикать, как бы тоже там. Из-за одного никнейма достаточно и тех, у кого пригорает очень сильно. Посмотрите, что делает Култи. Интересное такое решение. Даркшрайн дроба. То есть это будут дарки, очевидно. Ни пока не врывается у нас зерк. Мазеркор плюс сталкер около базы сейчас Элэзера. Между прочим, у него уже есть муфы, ринги выходят сейчас. Я бы на месте Култи сделал бы телепорт домой, что он и делает, собственно говоря. Но пришел одним сталкером, потерял 100 энергии Мазеркором. Но теперь она так дикой... Погодите, а разве 100 он? А, 50 теперь, ё-моё. Теперь 50-то я бы... А я не знал, что теперь 50, кстати. Ну что, призма сейчас вперед полетит. Култи не бустит её, а можно было бы и подбустить, я считаю. Заказывается форжа. 46-48 по рабам. Два сталкера на рампе. Тут выставляет, на всякий случай, уверчаж. Култи отгоняет всё нахрен отсюда. Ну и что, полетит призма сейчас вперед. Похоже на то. Но здесь-то уже лейр будет абсолютно очевидный на этот момент. Но если дропнуть какую-нибудь на вторую, неожиданно, например, вот отсюда, да, там можно четырьмя дарками вырубить ту же спорку и вырубить хату, к примеру, я не знаю. То есть вариантов много развития событий. Призма летит. Здесь сталкеры спускаются. Какой-нибудь так опасно спускаются. Я чуть не понимаю. Пилончик всё один ставится. Здесь у нас один дарк на муве пошёл. Призму сейчас будет спалена прям лингом. Култи, но вот не по космосу летел, не по фэншую. Как-то так. Так, Вайт Америка, понял. Так, ну что, дарки пролетают. Шесть дрончиков минус. Больше нарезать не получилось. Призма куда-то улетела, кинула дарков. У Элейзера добавляется роучей в количестве девять штучек. И потом он выходит, между прочим, в люру, занимая попутно четвёртую хату. Култи занимает уже третий Нексус. У него больше рабочих, чем у оппонента. Его гриды нужно бустить. Просто по-царски сейчас добавлять продакшн. Иначе печаль будет. Ну и пытается Култи ещё тут прохарасить, но в этот раз с адептами. Дарк один пошёл за контроль и всё. Четвёртую можно было, конечно, попытаться заминусовать, но пока не собирается до Култи идти. Между прочим, в новом патче до 86 секунд увеличили продакшн пещеры Люры, пещеры Скрытни. А у Култи, вы видите, второй робо-робо-бэй собирается строить либо шаров, либо колоссов. Ну что, выдвигается Элэйзер вперёд. Газа достаточно много. Сколько на Люру-то-то? 50-100. Соточка нужна, чтобы заморфить Люру. Ну, 200-200 получается. У нас один Люр. 5 штук морфится сейчас. Очень-очень резко. Успеет ли? Видит Элэйзер. Прекрасно. Посмотрите, какой чейчлинг царский. Он видит тайминг робо-робо-бэя. Вот они появляются только. И будет атака на Люре до готовности этого здания. Вот заходит сейчас Элэйзер. Култи прекрасно. Видит, нужно уверчажа выставлять. Мазеркор желательно бы отвести. Люра подступает. Элэйзер начинает тут прессовать. Он очень активно. Почему Култи не закан... Так, всё, дестабилизаторы пошли. Фотонок. Ошибка мало. Фотонок, конечно, у Култи здесь был. Так, минус... Дарки пошли. Посмотрите, Дарки сейчас будут всё убивать. Нужно идти вперёд. Дарки великолепную сейчас работу выполняют. Нужно именно Люру выбивать. Вот она наверх перекапывается. И Култи готов здесь разбирать просто нахрен. Сталкеры тоже разбирают. Хороший мув сейчас был от Култи, между прочим. Вот куда ты под Люру да попёрся без обсервера? Что? Вот это вот только похвалил. Сразу начинает Култи делать какую-то хрень. Минус ещё один Уверсир. Здесь есть Тяпсир. Под Блинк, под Люру отбивается достаточно легко. Справляется со своей задачей. Один Люр в рабочих находится. Он начинает просто изничтожать. Смотрите, сколько уже. Одиннадцать... Это, погодите, или он... А, он задел. Нет, все эти пробки не погибли. Одиннадцать штук, конечно же. Всё, минус Люр. Наконец-таки проблем устроил тут немерено. Нужно Овера выбивающих четвёртый Нексус занять. Дестабилизаторов продакшн можно начать. Пока по лимиту зерк не сильно-то в плюсе. И самое главное, грейды 0-0. Вот только первая атака будет готова. У Култи уже будет вторая. Скоро так же. Вот ошибка, конечно, что нет никакой обороны сейчас на второй базе. Я считаю, что могут начаться какие-нибудь дропы. Но нет, и лейзер не собирается дропать на Култи. Ты ведь не знает об этом. Крип спадает сейчас. Две фотонки новых добавляют Култи. Здесь стабилизаторы по две штуки строятся. Где бусты у него вообще все находятся у Култи? Вот один форжей. Вот два роба пробустит. Здесь нихрена не делает. Посмотрите, можно бустить и форжу, и два роба. Три Нексуса есть. Вот сколько, замечаю, игроки настолько сейчас пока ещё не сильно играют в лоту, что такими вот важными вещами пока даже не занимаются. В принципе, посмотрите. Да, 15% сейчас ускоряется. Но какая, чёрт, у разницы быстрее будет строиться? Грады быстрее делаться будут, чем у оппонента другой расы. Так, от Люры сейчас отблинкивается. Култи одно фокуснул быстренько. Пошёл дропчик восьмирующий. Култи видит, что что-то здесь не то, и собирается перехватить, судя по всему. Успеет ли перехватить? Да, видит. Да подблинки есть ты уже. Одного без подблинка у беловера, второй пролетает. Но здесь до варпы я вижу сталкера. Пошёл. Здесь у нас часть лёвы четвёртую пытается отменить. Это без шансов, потому что здесь дарк с двумя сталкерами разбирается. Попытка от Култи овера выбить не очень удачно. Но фотонки достраиваются, и сейчас всё будет нормально. Плюс ещё один дарк. В это время Култи минусой дарк люра пытается прийти на четвёртую. У элэзера новенькие люрчики есть. Подблинк агрессивный пошёл. Ещё одного эллюра сразу же забирает. Нужно сваливать отсюда. Минус оверсир номер один. Второй оверсир улетел. А в север поэтому будет забран абсолютно точно сейчас элэзером. Да, вот второго можно не отдавать. Здесь можно, например, кстати, роучей было подфокусить. Пытается поймать сталкеров и лэзер сейчас. А нахрена драться? Конечно, сверху роучей убил, ушёл в этом направлении. Зачем сюда обязательно Култи идти? Вот здесь дестабилизаторы есть. Пожалуйста, здесь можно справиться. Неплохой каст номер один. Второй в молоко. Третий что? Ну, третий четырёх роучей подбревает. Нужно сталкеров подводить. Долго ещё-то тут Култи тянет резину. Так, два каста ещё пошли. Ну, тут несколько юнитов сбревает на люру. Приходит Култи. При отсутствии обсерверов это полный провал. Конечно же, теряет часть сталкеров очень значительную. На третьем, в нектусе, проблема начинается. Здесь тоже сталкера есть. На четвёртый люр минусует всё. Обсервера нету. Здесь прессинг идёт конкретный. Посмотрите, на ровном месте. Вот реально на ровном месте. Ни грейдов ни хрена. А не, хотя не. Сейчас 2-2 в 2-2. Ситуация по грейдам. Здесь неплохие вроде как касты. Но вот реально сейчас Култи проигрывает игру на ровном месте. Вот как он, что он там сталкерами? Вот это аркада называется. Здесь один люр выбивает. Сталкеры бегают где-то по центру. Там их просто не дают домой прийти. Ну что за бред-то, если нет обороны? Куда же ты побежал-то? Вот здесь-то надо... База ещё не планируется по-лотовски сейчас пока. В чём это заключается по-лотовски? Ну вот чтобы вот здесь вот... Да, пару пилонов поставил. Но если стадия такая, поставить несколько пилонов здесь, пару фотонок. Всё, сталкерами сюда пошёл. Зэрг бы не смог позицию занять. Он бы выбит был уверчажами, фотонками. Вот так вот как-то. Ну, не знаю. Критиковать сложно. Култи всё равно молодец. До полуфинала дошёл. Но видно-видно. Ошибок много пока. Но ещё всё впереди, конечно. Что-то у меня... Что за хрень-то? Так, попробую перезайти. Сейчас StarCraft. Что-то говорят, СК умер. Не знаю, что там именно умерло. Всё впереди. СК умерло. Так, что-то пока как-то не очень-то заходит он. Ну что же, пробуем зайти. Мне тоже что-то ни хрена не зайти. Ну что, ребят, пытаюсь зайти, пока безрезультатно. Я не знаю, что мы будем сейчас делать, если не зайти будут. Будем следить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, посмотрите, там вот эти твиттеры, Близов, там может быть что-то где-то написано. Нужно выяснить, что делать. Либо на завтра переносить тогда, либо сегодня продолжать. Да вроде обновления никакого не видно, я не знаю, нужно узнать. Так, просто на евро зайдем. Так, ладно, перезайдем сейчас, попробуем. Хотя нет, давайте пока я вам Искандера поставлю. Тут что-нибудь спалите, не то еще. А, не так, погодите. Сейчас попробуем перезайти. На Америку, к примеру. Так, Кул Тигрит ожил. Ну, посмотрим сейчас, что там где ожило. Надеюсь, что так. Не хотелось бы переносить плюс полуфинал. Люди уже пришли вроде как. Меняю захват. Да, ожил Старкрафта, отлично. Мэджика сюда тоже зовите. Продолжение следует. Так, поехали. Все готово. Отлично. Ну, что, поехали. Кул Си тут Старт пошел одновременно в чатик пишет. �и. Старкрафта. Проверяем. Кул Си. Продолжение следует... 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 между прочим сейчас 50 энергии телепорт занимая стоит и как-то так любви ладно да не magic нормальный парень серёгу знаю давно знаком лично как бы никогда не жалко вести турнире которые мы делаем что кто-то еще стримил как бы да и в принципе не только magic а и остальные тоже так я думаю что это взаимно все как бы все окей короче dark идет вперед 4 хат заказано но хп у нее мало пока можно минуснуть попытаться но оверсира делает сейчас лейзер и он как чувствует куда dark идет а все правильно клей мы еще идти действительно не то что он чувствует у него на 2 то над на 3 все прикрыто здесь у нас минус dark в итоге блин не успел он бежать чудом чуть-чуть бы еще из ренджа бы выбежал бы скорее всего вот здесь вот никого при то во первых здесь есть проход около гейта вот этого я вижу да во вторых ни одной фотонки нету пилон всего один чем оборонять 10 если будет врыв я не знаю great cool see больше не заказывает 110 130 по лимиту в принципе неплохо сейчас зерк может резко зайти тем более камни уже подгрызана немножечко ну правда вот здесь вот а здесь кстати интересно здесь тоже мне кажется можно проскочить будет и лейзер кидает таким образом касты что еще и по гейту попадает мазер кор вернулся сюда телепорт он точнее прилетел верчаж выставлять stalker обрывается подрезая двух реводжеров cool see начинает контролить и лейзер понимает что смысла здесь больше нет урыпаться товар stalker здесь идет вместе с дарком они трех пробующий быстро уничтожат и они по-моему даже убили посмотрите четыре пробки за дэмоджили никого не подрезали еще одного реводжера cool see подрезал сталкерами отступает контроль в принципе неплохо демонстрирует но вот что-то по грейдам как-то проседаю щас cool see так здесь призма вынуждена улетать и лейзер готов встретить здесь у версира cool see срезал настройки всегда вроде ультра стояли а сейчас это или мне после первого старкрафта кажется какие-то они переборные не знаю видимо после первого старкрафта такое ощущение складывается здесь идет врыв сюда врываться уже особо смысла не вижу со стран зерга четыре оверчажа cool see выставляет но и лейзер сразу же на мэйн побежал а на мэйне здесь было еще пробки-то уводи cool see пробки посмотрите не проходит юнит и не проходит адепт не выпускает ну чё за хрень то такая здесь сталкеры приходят cool see собирается фокусить двух люркеров двух люркеров зафокусил обсервер пока жив но это пока он жив но здесь у нас все нормально нужно отступить мочко обса в итоге cool see все-таки потерял оверчаж выставлен 152 122 поливид мазеркор терять не стоит он у него есть энергия на вверчаж еще и да и нахрен его не надо терять четвертый нексус у cool see 3 пилона две фотонки здесь и лейзер пытается вступить но дарки гидрэ тут спину дышат одного не отпустили второго может быть тоже даже не отпусти да не может быть а не отпусти он настигает на типа спине ножом своим с большим дэмэджем так здесь желательно отвести дарка хотя и уже отвести и не получится особо здесь люра прессует гейт и кстати тут у лейзера юнитов вообще три штуки крестом я не знаю чё cool see так сильно боится вот сейчас он выводит от сервера один гейт потерял агрессивный блинк минус 1 люр минус 2 здесь есть тоже что прессануть здесь еще 2 люра можно подойти вперед cool see видишь что здесь всего 2 люра фокус люры пошел сейчас хороший нет фокуса вообще нет у cool see где же фокус ты сколько она дэмэджа нанесла ну что такое ну что за контроль то такой хотя я тоже наверно так бы сконтролил сталкеров то много было блинкнулся казалось что они сейчас убьют но потом от отшаг назад и все здесь нас люра приходит на 4 нет у culty рабочих больше чем у элэйзера но элэйзер несмотря на это его прессуют очень и очень жестко сейчас люра падает сейчас еще одна падает нет с 4 выживет здесь нужно как смещаться кулки сюда помогать юницами здесь заблочить наконец-то вот это вот все вот эти прорехи хотя мазер кордис висит на и энергии мало когда если 200 было здесь энергии то тут эти пилоны точно было бы точно отбита ну так вот хрен знает его получится ли есть culty на сталкеров пытается догнать элэйзера минус люр минус гидрал от серверов 4 штуки плюс дарк здесь жив поверчаж выставляется на 3 базе дарк очень неплохо нарезает ну нужно ли было отступать кулки назад это хороший вопрос есть нас давар сталкеров идет не банчу кулки делать вместо того чтобы зажать эту группу он бегает за вперед сейчас просто-напросто валюра запрессовал очень быстро здесь у нас что-то юниты огребают нужно бы зайти бы агрессивным блинком здесь да помочь а в серверах может и лезер сейчас на фокусить а в серверах не одного только фокуснул фокуснул в итоге пульте а в сервера зерга и в итоге отбивается каким-то чудом имея 4 нексуса против 4 х от зерга имея 3 атаку а зерк вообще грейды перестал делать и это для кулки хорошая хороший момент мазеркор восстанавливается армор после атаки делается сейчас здесь у нас проблема опять на 4 базе создает и лейзер кулки нужен давар сталкеров от 1 приходит на мую кулки заметил отвел но сталкершу пришли эта группа будет на халяву уничтожена в итоге дестабилизаторов лейзер строит фокус рабочих кулки без смысле нет сейчас потому что рабочих у него больше на десятку было только сейчас еще больше что куда те пробок столько 80 рабов уже кулки делает тоже база кончитать эти 80 то вот тоже нужно баланс всегда видеть с перебором не нужно рабочих строить ну достаточно уже того что есть уже замечать что на базах на тех ну когда пылу контроля все это происходит как-то можно не заметить в общем-то не построить или перестроить наоборот здесь нас камни лейзер пробивать есть две потомки есть кулки иди отбивайся оверчаржи выставлены еще триллера морфится нужно как-то зайти кулки может с этой базы чтобы зерк отступил я даже не знаю так приходит сейчас два соответственно мимо стреляет кулки практически мимо так агрессивный блин пошел еще люру копает и лейзер о ее не стоит не стоит кулки так вот на ламутся обойдите с другой позиции но ё-моё зачем в лоб то прям так вламываться еще верчарж выставлен роучи заходит их слишком много но люра в это время освободилась сейчас от опеки что называется и кулки на халяву все разваливает здесь разваливает 5 люров заходят роучи сейчас тоже естественно упадут армору кулки доделся 3 1 грейды здесь хорошие филды кстати пошли и хорошо роучи взрывает 1 прав дестабилизатора потерял но 139 120 по лимиту как вы видите 83 пробки кулки еще куда-то куда тебе пробок то столько кулки ну соберись ты уже здесь гейты здесь гейтов ему нужно добавить они пробок гейтов раз так три гейта здесь нету гейтов здесь короче 5 гейтов всего у кулки в данный момент работает это очень мало естественно нужно больше нужно ну два роба прав тоже работа дестабилизатор строится газа 1000 нужно поставить уже и считаю давно архивы темпларов чтобы добавить архончиков к этому миксу было бы замечательно так здесь у нас еще один люр кулки видят минус люр моментально и лейзер опять же идет на базу дальнюю кулки сейчас будет выставлено верчажа две фотонки есть копается сейчас люр кулки даже не стал использовать каст соответственно шаров они же дестабилизаторы пятый нектус потерять ну ладно на четырех пока поживет ничего страшного есть еще один дестабилизатор хороший выстрел по люре попал попал и по остальным юнитам 10 люра очень неплохо дэмоджит есть же дестабилизатор у них есть выстрел а почему кулки не стреляет так хороший выстрел минус люр здесь не знаю если еще энергия вроде тени энергия а кд есть или нет кд был под блинг сейчас минус люра ну вот вроде как более-менее справляется здесь тоже можно забрать гейты можно открыть до вар можно сделать плюс 2 доделается скоро внутри 2 против 2 1 в принципе неплохая ситуация 84 про все кулки больше пробок не строит хорошо 71 128 ситу стабилизировал ситуацию в игре по потере музерга больше соответственно по добыче хз лазер только-только ультралис каверн ставят ультра то у него даже когти ни одного нету ну самое главное их конечно уникальной игрой сейчас это основной момент ну и кулки что-то стоит что он стоит я не знаю посмотрите сколько здесь уже дестабилизаторов одного всего здесь оставляет пилоны новые добавляет мазер корпус дестабилизатор плюс пару фотонах здесь точно справятся 10 один дарк на обороне есть короче говоря вроде как все хорошо кулки выдвигается в центр пробок перевод идет на пятую базу сейчас выходит к пятой базе лейзера здесь нас всего лишь один люр копается на изначал пути боится так одного люра этого вот еще два приходят позицию занимает дарк пытается пройти сейчас будет заходить туда заход пулки агрессивный блин вперед касты пошли посмотрите хорошо дестабилизатора в контроле то денис он же пулки и агрессивный блин вперед здесь уже разбор полетов пошел здесь дестабилизаторов за контролил минус роущих хороший хороший контроля вот это так уже похоже на правду то есть если так ими контролить то можно разбирать ну что же здесь нас диверсия на ручек на одном люре но здесь есть толки раят фатонки есть vision в итоге 11 пишет гэбешечку у нас лейзер хорош култи нужна третья карта если финал снгшный будет конечно будет приятно ну то матчи за третье место будет за в з но что поделаешь что поделаешь так серос серос у нас третья карта не понял в каких стримах ска 2 мой стрим не видно его видно везде вроде как и достаточно неплохо поехали а а и и и и и и и и ребят еще раз всех приветствую и напоминаю что вы можете мы смотрим во первых полуфинал в обра лиги култи против элэйзера Завтра в субботу у нас будет Матч за третье место и финал Скорее всего, если все будут готовы Так, здесь у нас Необычное очень начало Култи решил, что оппонент его, видимо, может Сыграть через там Три хаты или очень халявно Как-то решил Немножечко понапрягать И это правильное решение Даже вот этот бил через две хаты Лингов обычно за эрги много не строят Поэтому можно понапрягать Вот, и я напомню, что вы можете поддержать Меня, подключив А2-лог Подписавшись на премиум или по реквизитам Или через плеер Также не забывайте плюсовать записи Компания Старкрафта Брудуара Пройдена Успешно записи будут выложены Ну а Волу я начну Либо сегодня вечером Но Так, а что Култи делает? А, здесь 16 пробок уже Дистанс майнинг пошел А не лучше ли здесь больше оставлять? Не знаю Здесь одна, например, добывает Ну что, два адептика вперед идут Култи бустит их по очереди Ну что, нужно кастовать Нужно двигаться вперед Здесь у нас два линга есть Пробочку вырубать Две королевы строятся Наконец-то пошел каст Здесь у нас нет Готов Дистанс майнинг Вовсю идет Буст уже пора снять Гейта Вот опять типичная Вот это даже не типичная ошибка Но вначале-то за бустом Ведь можно уследить Ё-моё Мазеркор готов Необходимо Так, восемь лингов И лейзер еще заказывает Самое интересное Что сейчас происходит Так это бэллинг баст Причем сейчас строятся лингов В количестве восемь штук У лейзера Вот он Култи заходит на второй базу Видишь, что рабочих-то что-то мало Остался здесь адептами Нужно пускать опять иллюзию вперед Дронов всех забрил сейчас Иллюзии вперед пошли Линги уходят Сейчас увидят Култи, что происходит Вообще интересно Но он увидит, что нет третьих Абсолютно точно Гейты добавляются Юнитов нету Нужно блочиться полностью Сейчас Култи Что ж ты делаешь Блочишь же скорее Бэллинги заказаны Сейчас пробка на рампе Линги прибегать На муви Уверчаж Нужно Ё-моё Спешит Култи Нужно блочиться полностью Один пилон упадет сразу Останется только один Лингов все больше и больше Где же Ты видишь, что лингов Мув делаются Где заказ А вот он ждал Он ждал Он ждал пока Гейты откроют Судя по всему До варп нужно на рампу проводить Здесь у нас Бэллинги врываются Уверчажа Култи 2 выставлять Часть бэллингов Упадет Естественно До варпа Юнитов Не вижу боевых пробок Нужно уводить Сейчас куда же они поехали Так, здесь до варп идет Все в порядке Но Ой-ой-ой Какой фейл От Култи Едет почему-то Один варп Еще три Открываются Сейчас Варпа нету Сейчас в итоге Хрен пойми Куда варпать До варпа идет Вот сюда Успеют юниты Да Два адепта Успеют доделаться Но остальные Я даже не знаю Здесь адепты падают Лейзер все окружает Култи как-то криво Все контролирует Здесь непонятно То ли они узкие То ли эти адепты Узкие То ли хрен за ГГ пишут Култи не выдержал Пуша Хотя Хотя Чуточку Получше Здание поставь И все было великолепно Но нет Не выдержал Не выдержал Не понял Что происходит Култи Ну вот Нужно помнить Про бейлинг бас Теперь его Сейчас-то делают Почему В ходе Бейлинг бас Был неэффективен Потому что На нецус Уверчаж поставил И хрен ты Этот нецус Заберешь С гигантским рейнджом Прокликал Бейлингов Все Их фокуснул А здесь же Можно А вырубить пилоны И Б Не факт Что вообще Просто их поставят Ногу Вот один пилон Стоит Все как бы Уверчаж Уже не спасает Значит Четвертая карта Нам нужна Прокликал Скажет Так, терминал Ну что, ждем остальных Из-за филдов дабллинг баст не работает Но Все привыкли, что как в ходе Блинг баст не работает И с интрией не строится Что-то смайл опять, Паш, ты Поехали, короче Пашу не ждем, посмотрит стрим Он здесь находится Ничего страшного, сильно не расстроится Он, я думаю Луп, я еще не понял, о чем ты говоришь А что, Польша, не ЦЕ Европа, что ли? У нас в полуфиналах Два не СНГшных игрока Как бы это поляки Элейзер и Гуру Гуру проиграл Хэппи Он будет биться в матче за третье место Пока что ближе к нему Находится Кул Ти А к финалу ближе и Элейзер Но если Кул Ти сейчас сравняет счет То нам понадобится решающая пятая карта Но карта сейчас терминал И я бы сказал, что она не очень процессовская Хотя я считаю, что у мосты тоже не очень процессовская А Кул Ти там выиграл Так что посмотрим Что будет далее у нас Что будет далее у нас Так, ну что Причем у нас еще хочу сказать Что на турнире был Найт Энд из Румынии Был Бистик из Сербии Ну вроде все Больше нет Или еще кто-то даже был А, еще СК-2 Лайтнинг Тоже из Румынии был Так что у нас пять не СНГ игроков Даже было здесь Но Как-то так Вчерашняя запись БВ Кстати, да Я сейчас потом проверю на Ютубе Я вроде как и не выложил Я думаю, что Одновременно сейчас выложу И запись, которая Собственно говоря Сегодня появилась И вот этот турнир И вчерашний Тоже То есть все Конечно же будет выложено Но Вчера я что-то так Подустал, что Забыл выложить все это дело Забыл выложил Второй гей добавляет Култи Стеночка есть на второй базе Тридцать два три четыре Барабам А здесь Посмотрите Что у лейзера происходит Он решил Зачем Компостировать мозги Что называется Сейчас просто Впилю я Нидус И кстати говоря Мертвая зона Вот она Мертвая зона Если он сейчас Сюда пойдет Култи просто элементарно Не заметит Нидус Так Призма у него заказана Но призма никак Не может помочь В обороне Плюс на минералах Пилонов нету Ой-ой-ой Какие проблемы У Култи Гигантские Сейчас могут быть Пошел Нидус Но и лейзер Делает его так Что Култи Видит Посмотрите Нужно идти Фокусить его Мазеркор Приводить Култи Неужели не видит Все Пробок Бери сюда Все Бери Нидус Надо быстро Фокусить Что Култи Делает Ужасно Ужасно Просто оборона Даже пробок Если взял Еще не помогло Королевы Пришли Роуч Пришли Ребятки 3-1 И лейзер В финале Будет биться Хотя нет Давайте вперед Добегать не буду Иммортал Уже строится И пилоны Строятся Нечего Туда Я тут спешу Конечно По моему Так и так Пилоны Не выдерживают Сталкеров Всего 3 Но королевы В трансфюзах Просто миллиард Можно отступить Конечно Култи Поставить Еще один Сейчас Уверчаж На этот пилон Что он и делает Но нужно драться Пилончик Падает Робо Сейчас тоже Отрубится То есть Иммортал Больше не будет Роуч Култи Неплохо Фокусит Оверчаж Еще один Выставляет Пилон Наконец-таки Падает Королевы Пытаются Вперед Идти До дни Сталкеров Нужно Иммортал Отводить Если роуч Кстати Всех Отфокусить То можно Королев На халяву Попытаться Поразводить Будет Култи Пилон Добавляется Но больше Нету Что самое Интересное Мазеркора Восстанавливать Его нужно Гейты Две штуки Снизу Имеют С места Быть Но И вот В таком Раскладе Он Действовал Более Быстро Я бы сказал То есть Сразу бы Моментально Мазеркор Восстанавливал Желательно Здесь Если бы Сразу же Пилонов Восстанавливал Если бы Не 2 А 3 4 Впиливал То Было бы Все лучше Хотя Там На пилон Это могло Ресурсов Не хватать Но Вышел Сейчас Мазеркор А толку От него Пилона Нету Ни хрена Нету Проба Култи Сорвал Причем Дает Уже 8 Рыл Нащелкал Но К сожалению Култи Даже При этом Раскладе Не может Отбиться Как-то Так Сейчас Я сделаю Стоп Старт В любом Случай Чтобы Без Задержки Вернуться Продолжение следует